Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 5 февраля, конец недели, пятница, конец рабочей недели в том смысле. И сегодня я предлагаю поговорить о патриотизме и национальной идее. Если вы помните, то именно в такой связке президент России обозначил, что у России патриотизм это единственная национальная идея, которая может объединить разные народы, может объединить разные субъекты федерации, которая может сплотить наш народ. Вы знаете, вот тема сегодняшней программы вызвана тем, что, не только тем, что это президент сказал, а тем, что это высказывание вызвало достаточно большую волну неприятия. Причем самое интересное неприятие у так называемого патриотического крыла, которое бросилось с критикой вот этого высказывания в том смысле, что все уже привыкли, что согласно Конституции, после новой Конституции Российской Федерации, которая возникла после распада Советского Союза, у нас идеология или национальная идея, то есть картинка будущего, в общем-то, официально не запрещена, не может быть общей идеологии и, соответственно, национальной идеи. И в связи с этим, в общем-то, пошли упреки о том, что Российская Федерация не имеет национальной идеи и так далее, и так далее. Мне кажется, эту тему нужно подробно осветить, потому что это принципиально важный вопрос. Дело в том, что слово патриотизм на самом деле является словом стереотипным. Стереотипное слово — это синоним, знаете, такой пожеванное и невкусное. Когда его очень часто применяют, оно теряет как бы первоначальный смысл, обретает какие-то, ну, знаете, мутные такие фильтры сверху, которые скрывают и маскируют суть. И во многом люди при слове патриотизм, ну, как бы идут мимо, их это слово не цепляет. Очень многие люди, например, вспоминают высказывание Салтыкова-Щедрина о том, что когда начинают применять слово патриотизм, то это значит, кто-то проворовался. Кто-то начинает говорить о патриотизме как, ну, чисто пропагандистском штампе, который перед строем войск, перед атакой, там, перед наступлением применяется, но на самом деле смысла не имеет. Но так ли это на самом деле, давайте с вами сегодня рассмотрим. В слове патриотизм есть корень патрио. Это латинский корень, в принципе, синоним Отечества. И речь идет об отцах и дедах. Если взять и этот смысл конкретизировать, речь идет о предках. Речь идет о родовой иерархии, причем не только до седьмого колена, а, в принципе, и до шестнадцатого, и дальше. И вот в связи с такой глубиной временного анализа слово патриотизм означает всего лишь навсего то, с каким качеством, с какой идеологией, с какой психикой, с какими отношениями, и с каким уровнем справедливости жили предки, и с каким уровнем справедливости и качества жизни живем мы. Насколько связь времен разных поколений сохранена или нарушена, и насколько ареал обитания, такой термин применим, а на самом деле территория страны изменилась за шестнадцать поколений в связи с тем, что время течет и все меняется. И вот если посмотреть в таком смысле, то патриотизм, как национальная идея, сразу обретает очень конкретные смыслы. В качестве примера, который это подтверждает, я хочу привести, например, такой пример, что еще при отце Александра Первого, Павла Первого, была проведена перепись населения, это было самое начало девятнадцатого века, была перепись населения, а население России по разным оценкам в Википедии об этом очень мало информации, в общем-то, первую перепись середина девятнадцатого века рассказывает, но при Павле Первом была оценена перепись примерно в шестьдесят миллионов человек, и территория тогда еще была не вся под российской короной Петербурга, но тем не менее, вот такое вот население было в Российской империи в самом начале девятнадцатого века. Мы с вами знаем закон, который гласит следующее. За время одного поколения, а это 20-25 лет, если населению какой-либо страны ничего не мешает, засухи, неурожаи, войны, голод там, или еще что-нибудь в этом духе, то население удваивается за 20 лет. Китай и Индия этот закон подтверждают как с добрым утром. Они достигли миллиарда и уже даже полутора миллиардов каждая страна, это все ровным счетом означает только то, что этим народам ничего не мешало после Второй мировой войны, и они уже удвоили свое население несколько раз. Но если в начале девятнадцатого века население России, а, кстати, в то время население Украины, и вся Украина входила в состав Российской империи, так вот, если в начале девятнадцатого века было всего лишь там 60 миллионов, то к правлению Николая II уже должен был бы быть миллиард. Однако этого не случилось. То есть с точки зрения патриотизма, если посмотреть на рождаемость, на промышленность, на эффективность сельского хозяйства, на накормленность народа, то за девятнадцатый век не только не произошло удвоение или там утроение, а миллиарда не было и в девятнадцатом, в конце девятнадцатого, в начале двадцатого века. Двадцатый век у нас вообще людоедский был, особенно первая его половина, общее количество погибших и в Первую мировую, в революцию, в гражданскую, во Вторую мировую, в Великую Отечественную, достигает порядка пятидесяти миллионов. Это только прямые, прямая убыль населения, не считая нерожденных последующих поколений. Так вот, если посмотреть на это, то на самом деле с точки зрения патриотизма, это одна из самых принудительно уменьшаемых региональных цивилизаций. И слово патриотизм в этом контексте приобретает совершенно необычный смысл. Очень многие либералы говорят, да кто там вам угрожает, да мир весь един, в этом мире нет врагов, все, в общем-то, стремятся получать прибыль на свободных рынках, кому вы нужны. Тот же Дмитрий Потапенко, который очень часто ездит в Чехию и в Бельгии, у него там супермаркеты тоже стоят, или бизнес во всяком случае, он говорит, вот с кем бы я ни общался в Западной Европе со своими там партнерами, мы никому не интересны. Но только он забывает о том, что, например, эти люди, с которыми он общается, не пишут аналитические справки, например, теневого ЦРУ под названием Stratford. Это такое агентство, которое пишет анализ относительно перспектив развития. Та же самая картинка будущего, фактически та же самая идеология в отношении различных частей мира. И если посмотреть на ту аналитическую справку, которая была опубликована Stratford 23 февраля 2015 года, практически год назад, и там четко было написано, что американские элиты, а Stratford их представляет, причем это военные элиты, банковские элиты, промышленные, они России в феврале прошлого года оставляли максимум 10 лет на существование в этом виде, а далее требовался раскол, ну, собственно говоря, не только требовался, там было четко написано, что Россия не сможет долго существовать в этом состоянии, она будет распадется, и, в общем-то, создание мелких, дробленных государств, это является основной целью Соединенных Штатов Америки. Это очень важный момент с точки зрения того, как оценивать стереотипное понятие патриотизм. То есть, с одной стороны, да, это пропагандистский термин, с другой стороны, это любовь к отечеству, но любовь к отечеству, это тоже уже стереотип. Если понимать, что под патриотизмом мы понимаем рождаемость всех народов, живущих на территории Российской Федерации, создание новых рабочих мест, что автоматически означает индустриализацию, либо реиндустриализацию, воссоздание промышленного потенциала, утерянного после распада Советского Союза, повышение эффективности сельского хозяйства, когда все рабочие руки будут заняты, будут получать зарплату и смогут воспроизводиться. Причем очень важный вопрос. Многие либералы говорят, да, вот плодить нищих там и так далее, именно воспроизводство основного капитала государства, это рождение детей и воспитание их так, чтобы к концу школы, это 17-18 лет, дети уже были полностью приспособлены к жизни, чтобы они были способны осуществлять различные работы, способны были зарабатывать, имели четкое миропонимание, кто они, чьих они будут, с точки зрения патриотизма, с точки зрения предков до 16-го колена. И тогда на самом деле будет четкое соответствие того, что патриотизм – это национальная идея. Любой народ, живущий на территории Российской Федерации, татары, башкиры, армяне, евреи, русские, украинцы, белорусы – все народы должны иметь равные возможности к воспроизводству. Это ровным счетом означает еще один важный момент. Мы не можем потерять ни пяди родной земли в результате всевозможных цветных революций, возможных военных агрессий, каких-либо провокаций и так далее, и так далее. Потому что люди живут на земле. Земля – это является основным ресурсом для воспроизводства нашего населения. Патриотизм – это все-таки еще и система свой-чужой. Потому что если понимать, что Стратфорд олицетворяет коллективный Запад, который нельзя сказать, что нас любит. Если вот так по чесноку, то нельзя сказать, что Запад нас любит. Даже вспоминая смуту 1612 года, вспоминая Чудское озеро, ледовое побоище, вспоминая Наполеона, вспоминая Гитлера. Да, в общем-то, и Первая мировая война, и подстава Антанты, да, собственно, и Крымская война. Вот нельзя сказать, что прямо нас любят и целуют в десна, и мы для них являемся, ну, прямо настолько желанными соседями, что они даже будут нам, я не знаю, нас из ложечки кормить, чтобы мы только качественнее воспроизводились. А если это так? И у нас есть окружающая среда, которая на нас давит, и которая на самом деле не позволяет на протяжении уже нескольких веков, более 300, 16 поколений, это 300 с небольшим лет. Воспроизводить наше население так, чтобы был русский миллиард, русский миллиард, это, собственно говоря, и есть основа нашей идеологии. Так вот, даже дело не в численности, дело в качестве, численности и качества, двуединая связочка. То если этот правильно понимать, что у нас есть среда, которая на нас давит, и с которой мы сопротивляемся, сражаемся и маневрируем для того, чтобы не обрушить всю планету, то в этом смысле слово патриотизм, в общем-то, начинает стирать вот эти всякие наносные смыслы, стереотипы и так далее, и так далее. И люди тогда начинают понимать, а, собственно говоря, к чему нужно сегодня приложить руки. А приложить руки нужно сегодня, как ни странно, прежде всего к народному образованию. Потому что уже рожденные дети, на самом деле, на сегодняшний день подвержены влиянию этого нашего любящего нас до беспамятства Запада настолько, что они воспитаны на западных мультфильмах, они воспитаны на западных фильмах, они смотрят всевозможный контент в интернете, в тех же ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Они смотрят фильмы, которые созданы на Западе, которые нас любят просто слов не хватает. И вот в связи с этим возникает ситуация, что дело не только в рождаемости. Рождаемость – это только первый уровень. Дело в образовании и воспитании подрастающего поколения, чтобы понятие патриотизм, закон рода до седьмого, а то и до шестнадцатого колена, был присущий им, чтобы связь времен не разрывалась, чтобы создавались новые рабочие места, создавались, я не знаю, предприятия регионального уровня при каждом населенном пункте, чтобы люди были грамотны настолько, чтобы могли самоуправлять территориями, могли осуществлять повышение качества управления своими территориями, которые ни пяди мы отдать не можем. Очень многие люди говорят, ну вот Украина уже отошла, и она не является членом русского мира, там, в общем-то, народ бандеризирован. Как бы да, но нет. Так-то вон и тактики, трошечки не так. На самом деле, медийный эксперимент, а наша программа называется «Информационная война», украинский медийный эксперимент, это показатель того, насколько эффективны технологии телевизионного и даже магического оболванивания большого населения, больших масс населения в разных населенных пунктах, причем, как правило, населенных пунктах городов-миллионников. И вот этот вот медийный эксперимент, который показал, что за два года большую часть населения можно оболванить, и причем люди, родившиеся в Советском Союзе, могут стать бандеровцами и, во всяком случае, поддерживать существующую власть, хотя бы даже на словах, это показатель того, насколько на Западе развиты медийные технологии. Наша программа — это попытка обозначить только основные направления, основные тезисы того, чем, как мы можем этому противодействовать. По большому счету, на сегодняшний день уже есть некоторые медийные выводы, которые я могу изложить с точки зрения патриотизма. Украина — это страна, которая циклически во многом, это южная пограничная зона большой России. Собственно говоря, у Украины историческое название — Русь. Так вот, эта пограничная зона за свою историю уже несколько раз переживала периоды отпада и возвращения. Эта цикличность, она как бы уже прописана в истории, и с ней можно верить в цикличность астрологических процессов или астрономических, можно не верить, но на самом деле, если посмотреть на историю 1648-1654 годов, последующие руины, последующего воссоединения, упрочения государственности, причем Украина не была отдельным субъектом, она входила в состав Российской империи, точно так же, как Кубань, точно так же, как Сибирь, и так далее, и так далее, то вот этот период, который длится всего лишь два года, когда впрямую, явно, из Украины пытаются сделать антирусь. Причем антирусь именно с точки зрения того, чтобы ее 40-миллионная, в кавычках, там уже меньше, там уже примерно миллионов 36, использовать в качестве кадровой базы для создания армии, направленной против России. Так вот, этот период, который длится два года, никто не может утверждать, что это уже навсегда, и не пройдет и это. На самом деле, люди, которые живут на Украине, далеко не все бандеровцы. Там есть интеллектуальный и кадровый потенциал, который вполне способен и перехватить управление в стране. Нам нужно только им помочь, которые могут сформулировать идею возвращения в русский мир, которые могут восстановить мир и порядок на этой территории. Люди, которые забывают о том, что на Украине произошел государственный переворот, внимание, который и послужил основным причиной того, что Крым ушел и Донбасс ушел. Вот эти люди забывают очень важную часть, и многие офицеры, например, украинских вооруженных сил, которые утверждают, что они дали присягу украинскому народу, часто забывают, что их обманули, как детей, на предмет того, что, а где они видят народ сегодня, который из Киева посылает их бомбить и обстреливать мирные города Донбасса. Тоже, правда, большая моральная проблема. То есть, неисполнение присяги этих людей ставит большой вопрос относительно всей конструкции идеологической на Украине сегодня. Я это все рассказываю про Украину в данном случае прежде всего и потому, что закон рода, закон патриотизма, как закон седьмого и шестнадцатого колен, он распространяется и на Украину, потому что там живут русские люди. Эти русские люди находятся под медийным экспериментом, когда над ними стоит просто информационный колпак. Это знаете, вот как идете к бабушке вычитывать что-то. Есть такие люди, рассказывают всякие сказочки и бабушке рассказывают, что достаточно накрыть человека мысленно чем-то, то и некоторые молитвы уже даже не работают. Вот примерно такая же ситуация над Украиной. Люди, живущие в Киеве, открытым текстом говорят, что в Киеве стало тяжело дышать, что в Киеве какая-то мрачная, депрессивная обстановка, что на самом деле люди едут не только от того, что есть нечего, а от того, что дышать стало там тяжело. Действительно, на Майдане происходили черные мессы, там пели эти песни, носили трупы по площади Болотной, а потом это еще и поддерживалось, ретранслировалось. Ведь не просто люди, находящиеся на площади, это видели. У нас, мы с вами помним, были все эти телеканалы, которые ретранслировали эту картинку на все остальные территории Украины. Этот колпак распространяется на всю территорию Украины. Так вот, как только этот колпак будет снят, можно по-разному рассуждать, как это будет сделано. Скорее всего, это будет сделано не военным путем, все равно и бандеровцы пришли к власти, не обстреливая Киев из Градов, как это они делают с Горловкой и с Донецком, а они пришли в результате госпереворота. Никто не может зарекаться, что не может быть и обратная спецоперация. Так вот, в тот момент, когда все владельцы украинских телеканалов поменяют прописку и съедут со своих дорогих квартир в Кончезаспе или где они там живут и сядут там в СИЗО, например, в Лукьяновском, и в тот момент, когда там станут другие люди и направление вещания телевизора поменяется с точностью до наоборот, законы медийных экспериментов оболванивания больших масс населения говорят, что менее чем за 9 месяцев население начнет прозревать и начнется деноцификация. Это не значит, что надо делать фильтр, как они с той стороны говорят в отношении жителей Донбасса. Надо устраивать фильтрационные лагеря, надо просевать все население, выселять неправильных украинцев и так далее, и так далее. Нужно прежде всего работать информационно с населением. И действительно, за 9 месяцев, если делать правильный контент, и люди в селах и в городах будут видеть по телевизору хотя бы даже французский фильм «Маски Майдана», «Маски революции», который сейчас буквально взорвало информационное поле, для людей это будет открытием, потому что очень много людей живут по принципу пересказа того, что увидели по телевизору. Сменить направление телевизора, и Украина вернется в русское поле в течение одного года. Это медийная задача, которая лежит не только на людях, думающих о смене менеджмента украинских телеканалов, смены собственности, возможно, даже. А думают еще и о том, что уже сегодня, даже несмотря на то, что эти каналы принадлежат бандеровцам, либо людям, их финансово, идеологически, материально поддерживающим, уже сегодня через социальные сети, через прямые контакты можно ретранслировать, ненавязчиво, можно ретранслировать идеи, которые помогут понизить степень кровавости событий на самой Украине, и которые помогут вернуть эту огромную русскую территорию, обильно политую кровью наших дедов и отцов, во все войны, которые предшествовали сегодняшнему дню. Мы не имеем никакого морального права отдавать коллективному Западу ни метра. Мы с вами прекрасно понимаем, что, например, если граница русского мира пройдет по территории Хмельницкой, там, области, Житомирской, а это равнина, то даже с точки зрения военной инфраструктуры предгорья имеют колоссальное преимущество с точки зрения обстрела и попыток наступления. С другой стороны, мы с вами понимаем, что западные области Украины в течение всего 20 века, даже в советский период, были рассадником по выращиванию бандеровского проекта. Западная Украина и республики Прибалтики. Так вот, для того, чтобы войну не допустить ни в каком виде, ни в виде обстрелов в городов, ни в виде стычек с ДРГ, ни в виде каких-либо других проявлений, нужно рассадник бандеризации, рассадник бандеровского проекта зачистить до самой польской границы. Это обязательное условие того, чтобы вот этот вот проект Запада, связанный, как они его называют, Межеморье, или другое название называется Балтийско-Черноморский союз. Стретфорд, вот это вот теневое ЦРУ опубликовало свой новый отчет, и там этому проекту уделяется огромное внимание. Мы в нашей программе это уже обсуждали, так вот, американцы четко себе пишут планы, связанные с тем, что Германию они при помощи мигрантских потоков опускают, Германия перестает быть концентрацией, центром концентрации управления Европейского союза, а центр концентрации американцы хотят переместить в Польшу. Польша имеет исторические амбиции, связанные с тем, что она не может никак пережить, что она не стала Россией, с точки зрения территории, с точки зрения влиятельности, с точки зрения мощи, а было время, когда Речь Посполитая была в центре Европы достаточно большим и мощным образованием, туда даже приезжали в наш золотой треугольник французские короли за финансированием, и Польшу в этой идеологии хотят поддержать. Естественно, Польша, как центру управления, хотят отдать территории Украины, хотят отдать территории Венгрии, Румынии, Болгарии, Турции, Азербайджана и Грузии. И вот это вот межеморье на самом деле американцами планируется как основной ударный кулак, направленный против Россию. По численности населения перечисленные страны даже превышают население Российской Федерации. Это к вопросу о патриотизме. Сколько нас получилось к началу 21 века, сколько нас могло бы быть к началу 21 века, и какой ресурс наши партнеры так называемые выстраивают после нас с западной и южной стороны, против нас выстраивают вот уже медленными такими шажочками выстраивается вот это самое межеморье. Подытоживая сегодняшний выпуск, хочу вернуться к старому стереотипному понятию патриотизм, который очень многие люди понимают своеобразно. Некоторые считают, что Салтыков-Щедрин сделал синоним патриотизма воровству, некоторые считают, что это исключительно пропагандистское митинговое слово, которое должно направить людей там в бой. На самом деле это всего лишь навсего закон 7-го и закон 16-го колена. Это любовь к родине, это любовь к предкам. Родина это ж не только территория, это ж не только поля, леса, хотя это тоже очень важная среда обитания всего народа. Это еще и каждая биография жившего на этой территории человека, которые нам являются родственниками, дедушками, прадедами, прабабушками и так далее до 16-го и далее колен. Так вот, передача связи поколений, передача информации, передача идеологии, передача целей. Ведь была поставлена цель в 17-м году, несмотря на то, что глобалисты делали Октябрьскую революцию, и на гербе Советского Союза была нарисована звезда. Звезда была нарисована в таком месте герба, которая по символике начала 20-го века означала всего лишь на всю планету Марс. И буквально через несколько десятилетий эта страна первой полетела в космос. Так вот, вот такие вот надмирные задачи являются сутью патриотизма и являются тем, что упирается в другие производные понятия рождаемость, индустриализация, процветания. Собственно говоря, эти три слова являются основными синонимами стереотипного понятия патриотизм. В эфире была программа «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова